так продолжаем работать с данным макетом и верстать его используя возможности фреймворка bootstrap значит в данном уроке мы с вами переходим к оформлению вот этой вот навигационной панели пока что она у нас представляет из себя немножко не тот вариант который нам нужен итак первое что нам нужно сделать это добавить для нее отступы как мы видим у нас есть некий отступ сверху и отступ снизу от заголовка значит все вот эти вот значения я уже для себя выписал все они у меня уже есть чтобы не занимать время урока не высчитывать не смотреть цвета какие там используются размеры для шрифта и так далее все это уже я подготовил заранее и просто буду копировать и использовать наше макете чтобы ускорить время урока дальнейшее значит что нам нужно сделать во первых я предлагаю добавить дополнительный класс для нашего навбара пусть это будет класс меню вот с этим нашим классом меню мы и будем работать итак во первых у нас есть элемент header куда заключен помещен навбар и для него мы добавим сразу же отступы а значит сверху у нас отступ 100 пикселей по бокам у нас отступ 0 и снизу 80 пикселей давайте взглянем на результат если мы здесь что-нибудь напишем внизу еще чтобы увидеть что отступи снизу действительно так вот отступи снизу и сверху отлично идем дальше далее мы оформляем уже нашу навигационную панель и ее содержимое значит для него мы задали класс меню для меню для навигационной панели у нас есть некий background я уже сказал его заготовил возьму просто значение скопированы скопирую его и вставлю так немножко уменьшу пожалуй чтобы видеть сразу результат вот так вот так дальше background есть у нас мы видим что для навигационной панели здесь есть какой-то бордер какая-то рамка наша макете такой рамки нет зато есть тень значит давайте мы эту рамку уберем сразу же так значит бордер 0 бордер так отлично далее тень бокс шедоу бокс шедоу значит значение для тени 00 размеры 5 пикселей ну и rgb а давайте сразу покажу где все это дело смотреть если у вас вдруг возникают вопросы значит переходим на слои вот наша наш хед да и вот у нас это самая тень значит вот мы видим ее смещение размах размер 5 пикселей и непрозрачность 19 пикселей размер цвет черный вот отсюда мы берем эти значения ну я как я уже сказал их уже взял и просто использую значит цвет черный и непрозрачность 19 процентов так отлично ну и мы видим что на макете у нас занимает чуть большую ширину наша навигационная панель значит по умолчанию бутстрапе размеры навигационной панели 50 пикселей в макете у нас ее размеры 80 пикселей мы можем в принципе переопределить размеры либо сделать пожалуй по-другому мы пожалуй зададим паддинги сверху и снизу добавим по 15 пикселей паддинг 15 пикселей слева и справа ноль а вот этим самым мы добьемся тех же самых размеров на то есть 50 пикселей по умолчанию плюс сверху и снизу по 15 пикселей 30 будет и в итоге мы получим те же самые 80 так хорошо смотрим дальше мы видим что от логотипа до меню есть некий отступ этот отступ равен приблизительно 80 пикселям давайте мы его и напишем значит логотип у нас находится в классе навбар бренд используем этот класс навбар бренд и отступ справа один край давайте 80 пикселей вот так вот отлично выровняем саму картинку значит навбар бренд и мж дадим позиция relative позиция relative и сверху топ давайте пикселей 30 точнее минус 30 вот так вот так ну и немножко подгоним размер ну вот где-то так минус 48 пикселей так минус 48 пикселей отлично дальше переходим к нашим к нашей менюшки значит меню у нас находится навбар нав собственно можете кстати вот здесь это же смотреть навбар дефолт навбар навли а можно отсюда прямо взять копировать вставлять в наш файл стилей ну и оформлять все это дело так можем набор дефолт убрать принципе можем оставить а значит что нам нужно кстати убрать даже мы не не можем поскольку мы будем переопределять допустим цвет то нам нужно соблюсти всю эту цепочку чтобы наше правило переопределила бутстраповская значит цвет я уже подготовил цвет так вот он у меня такой вот так дальше размер фонт сайс 18 пикселей такой и текст трансформ апперкейс чтобы наша менюшка наши пункты меню были всегда верхнем регистре помните я говорил то в прошлом уроке что все эти вещи желательно задавать именно через оформление так делать правильно поскольку противном случае администратор сайта будет вынужден создавать вот эти вот пункты меню всегда не забывая о том что их нужно записывать в верхнем регистре так хорошо далее для активной ссылки да ну и при наведении у нас еще нужно поправить будет там по-моему другой цвет так для активной ссылки давайте посмотрим что у нас здесь используется а у нас здесь актив линк используется ну хорошо скопируем все значит навбар короче сделаем навбар нав ли и мы ему задавали там класс актив линк класс актив линк и внутри него а значит бордер ботом бордер ботом один пиксель сплошная и вот такая вот красненькая я уже заготовил тоже отлично а теперь при наведении а в так без актив линк только бордер ботом такой же отлично отлично и цвет немножко другой там а нет такой же у меня скопирован такой же значит такой оставляем отлично ну и логично наверное для актив тоже добавить такой цвет то что я говорил нужно цепочку чуть длиннее сделать актив линк а так так здесь работает на ховер цвет цвет явно другой наоборот вот здесь нужно цвет у нас для актив и для состояния хавер изменяться не должен согласно макету да мы видим здесь свет одинаковые просто появляется подчеркивание так отлично все с этим мы разобрались с этим мы разобрались и обратите внимание у нас появляется подчеркивание еще и для иконок в принципе можно оставить и так было бы да но честно говоря я думаю что это не очень удачная идея поэтому давайте мы пожалуй для хавер вот здесь вот вот здесь вот значит дело в том что здесь навбар нав используется для иконок и навбар нав используется для меню давайте мы добавим еще один класс здесь назовем его скажем icons иконки а и навбар нав здесь добавим что хавер будет работать только для если это не icons так отлично здесь работает здесь подчеркивания нет у нас замечательно ну и пожалуй последнее что мы сделаем в этом уроке это оформим вот эти вот иконки мы видим здесь отступы между ними гораздо меньше чем на чем у нас они получились да значит давайте поставим для класс айконс айконс ли а паддинг 15 пикселей у нас будет сверху снизу и по 5 пикселей справа слева отлично ну и пожалуй все пожалуй все пожалуй все давайте посмотрим даже кстати как это все адаптивится ну пока что не очень хорошо здесь нормально хотя логотип нам нужно сделать пожалуй поменьше ну и саму навигационную панель здесь нужно тоже сделать желательно поменьше упс вот так вот ну а в целом в целом уже что-то есть и это хорошо так текущий урок мы на этом завершаем и в следующем уроке мы будем продолжим оформление нашего нашей навигационной панели и будем заниматься пожалуй ее адаптивностью и так жду вас в следующем уроке спасибо 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 спасибо